Сначала лидер республики осмотрел главный колодец Улан-Удэ. Именно отсюда вода поступает в квартиры горожан и на предприятие Улан-Удэ. Водозабор ведется из 42 скважин с глубины не менее 30 метров. За процессом тщательно следят работники предприятия. Один из старейших Николай Матяш держит водную стихию под контролем. Вода подается постоянно. Круглые сутки, круглые года, десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия. Без боев у нас боев не бывает. Улучшить качество воды сможет новая технология по очистке воды, применяемая уже во многих городах России. Современная станция по беззараживанию с применением безопасной хлорной воды, полученной из простой поваренной соли, заработает в полную силу в конце августа. Перемены ждут и очистные сооружения Улан-Удэ. В следующем году здесь начнется строительство первой очереди биологической очистки и доочистки стоков. Общая сумма проекта 2 миллиарда 600 миллионов. Проект разбит на три года. Первый год, 17-ю год, мы планируем в первом этапе поставить в первую очередь это ультрафиолетовое обеззараживание. Впрочем, отвечая на вопрос главы Бурятии, директор водоканала Жаргал Цибиков сообщил, что очистные сооружения и сегодня справляются со своими задачами, заложенными в проекте. Такие же точно очистные работают во многих регионах страны, несмотря на то, что построены они были в 70-х годах прошлого столетия. Те параметры, которые были заложены в проекте в советский период, они нами полностью соблюдаются. То есть вся технология соблюдается, все эти параметры мы выдерживаем. Второй вопрос, что у нас законодательство не стоит на месте. И 63-е постановление вышло в 2000-х годах. Закон о защите озера Байкал вышел. Очень ужесточены там требования к стокам. Масштабной реконструкции предприятия не избежать, подчеркнул глава Бурятии. Сейчас проект находится на экологической экспертизе. После этого он будет включен в федеральную целевую программу по охране озера Байкал. Реализация проекта позволит справиться с возросшей нагрузкой на честные сооружения, избавить горожан от неприятного запаха, а главное – снизить класс опасности стоков, попадающих в Селингу.